Венгерский Янукович, Венгерский Майдан на фоне Дуная. Что происходит в Будапеште, против чего и кого выступают венгры, и что стало последней каплей их терпения? Все подробности у Кирилла Евсеева. Атмосфера в Будапеште на этой неделе сильно напоминает Киев. Конца 2013-го венгры поднялись против своего Орбана Януковича. Лозунги, митинги, те же светящиеся экраны мобилок в темноте на фоне моста через Дунай. Но тут люди уже одержали первую победу. Налог на интернет в этом году вводить не будут. Премьер пошел на попятную. А если люди не только не любят что-то, но и считают необоснованным, то делать это не следует. Налоговый кодекс необходимо изменить. Налог на интернет-трафик нужно убрать. И мы не должны сейчас поднимать этот вопрос. Кстати, именно налоговые чиновники несколько дней назад оказались невизными в Соединенные Штаты. И радикальная смена курса премьера стала сюрпризом даже для членов его правительства. Орбан не на шутку испугался. К зданию офиса правящей партии Фидес на этой неделе несколько раз приходили десятки тысяч человек. Никакой организации венграм не понадобилось. Пост в Фейсбуке активиста с призывом выйти на площадь собрал более 200 тысяч лайков. Орбан их, похоже, достал. Геть Виктора, кричали люди. Считают налог на интернет угрозой свободного доступа к информации. Но не только это раздражает коррупция, подавление оппозиций, заигрывание с Путиным. Полумертвая экономика дали повод венграм назвать своего Виктора Януковичем. Вместо того, чтобы заняться снижением налогов и защитой прав людей, то есть обычными для европейских правых делами, Орбан начал выстраивать авторитарную страну. По примеру, Россия. Венгры возмутились и хотят отправить в Москву к украинскому Виктору, его венгерского клона. Но успокоит ли людей уступка премьера, станет понятно уже на этих выходных.